Я приветствую вас на нашем канале про пчеловодство, меня зовут Пашка и сегодняшняя тема видео о действительности кризис на территории Украины с медом, рынком меда такой большой, как его рисуют и может быть все мы это придумаем, может мы все это накручиваем. В общем проблема всегда у нас одна, даже три проблемы, зимой у нас цена меда, весной протравы пчел, лето неурожайный год, ну это понятно. Ну и что же думают на эту тему пчеловода, я решил создать в нашей группе опрос, эта группа у нас пасека для всех и опрос звучал таким образом. На сегодняшний день из рынка меда какая ситуация, на вашу думку? На сегодняшний день из рынка меда какая ситуация, на ваше мнение? Очень плохо, плохо, все хорошо, торгую в розреб, это имеется ввиду торгую на базаре и жопа, какой-то умник написал. Это наверное у нас Виталий, ну каждый имеет свое мнение, такие шутнички у нас тоже присутствуют. В общем в опросе принимало участие 246 человек, за очень плохо проголосовало подавляющее большинство, это 201 человек, 84%, плохо проголосовало 18 человек, это 7,2%, Все хорошо, проголосовало 16 человек, это 6,4%, и за 2 пункта остальных проголосовало 6,5%, 2,4%, 2%, соответственно. Получается, что в общем цифры говорят, что в действительности пчеловоды считают, что сейчас есть очень большой такой кризис, который неизвестно когда пройдет. Ну мы знаем, что как бы стало предпосылом такого кризиса, но он есть и все его видят, все понятно. Что хочу сказать, этот опрос, я не знаю там верить, не верить ему 100%, но здесь люди все живые, они все с аккаунтом, есть в них друзья, и вы можете, например, зайти в любую минуту, посмотреть, что это не боты. Я, например, здесь не голосовал, но во всяком случае, видите, вот такую ситуацию мы сейчас наблюдаем. Дальше, я, меня очень серьезно, вот так я вчера чисто случайно увидел одно видео, где президент нашей страны говорит, что будут давать кредиты по 5% на бизнес. Но там есть одна заковырочка, полтора миллиона. Я, короче, сразу так подумал, что, ну полтора миллиона в действительности для любого пчеловода это много. Ну нам бы, конечно, более-менее там малым хозяйством нужно, ну до 500 тысяч, ну согласитесь. Конечно, более большие пчеловодческие организации, которые есть, им можно и взять и побольше. Ну здесь как бы стоит вопрос не в том. Я решил задать вопрос, а будут ли кредиты, кредиты брать пчеловоды? Сейчас мы прослушаем. Как это будет работа? Сума кредиту – 1,5 миллиона гривен на 5 лет. Ставки наступны. 5% для діючого або нового бизнеса, который создает минимум 2 рабочих мест. 7% для нового бизнеса або діючого с выручкой до 25 миллионов гривен, который не создает новые рабочие мест. Ну все понятно, там дальше та-та-та-та-та-та-та и па-па-па. Ну смотрите, и я решил сделать еще один вопрос, которым будет вопрос становиться таким образом. Вы готовы взять кредит под 5-7% для расширения пасеки? И здесь опять варианты ответов – не так рискованно, я собі не ворог з державою шутки погані, я не, взяти положити в банк під 14%. Нет, так рискованно, я себе не враг, с государством шутки погані, я – нет. Взять і положити в банк під 14% годових. Ну это у нас, получается, два гражданина Израиля, можно сказать. Ну, с другой стороны, правильно, я бы тоже взял бы под 7% и положил бы под 14%. Ну, я уверен, что так, конечно, не будет, это, конечно, шуточки. Но, во всяком случае, опрос показывает, что пчеловоды, во всяком случае, здесь принимают более-менее активные участия и процент здесь немножко веселее. Вот, к примеру, что сравнить с тем, что мы, например, опрашивали за рынок меда, то, во всяком случае, пчеловоды больше верят, что что-то наладится. Ну, там процент, конечно, небольшой, но, во всяком случае, люди думают, что все будет более-менее, потому что активность взять кредит немножко выше. На данное время проголосовало немножко больше людей, чем я просчитывал, но я буду думать, что, я считаю, что, во всяком случае, процентная ставка здесь не поменялась, потому что, во всяком случае, больше голосуют люди, что они не возьмут кредит, понятно, и что возьмут кредит. И у нас, получается, вот этих три пункта, это три пункта основных. На то время у нас проголосовало 208 человек. 134 человека проголосовало, что категорически нет, они не будут брать кредит. Это 64%. Да, проголосовало 38 человек, на данное время этих людей стало уже намного больше, а их уже на 10 человек больше, по сути. Они проголосовали, что они будут брать кредит. Это 18% людей, которые сказали, что будут. И рискованно, это 15%. Получается, что два остальных пункта 2,05%. Что получается? Вот эти два пункта, да, и рискованно, они, по сути, как бы вместе. Потому что рискованно этот человек, как бы, думает, он будет брать, не будет брать. Ну, с другой стороны, а почему бы не взять, а взять, а не взять, ну, понятно. Здесь, как бы, такая. Конечно, с государством шутки плохи. Они сдерут три шкуры. Но когда у нас, как у Латыша, одно место и душа, то мы, друзья, особо не переживаем. Потому что у нас, ну, разве что органы повырезают и поздают. Так что я очень сильно не переживаю, если там, к примеру. Так что, может быть, может быть, что есть смысл взять кредит. Но здесь, видите, веселее. Если мы возьмем статистику с рынком меда, то люди там думают, что там все пропало 80%. А в этом случае все-таки надежда в людей есть. Они говорят, что 64% против. Это на 16% играет разница, понимаете? И что я хочу сказать. Что вот сама-сама суть того, что люди, во всяком случае, еще не очень так сильно расстроены. Все, конечно, плохо, но еще не настолько. Чтобы было 80%, что ну, и все, и рискованно еще 15%. И да, там 3%, то да. А так, во всяком случае, еще мы видим надежду. Надежда еще есть, что будет что-то. Конечно, я бы хотел бы недавно, минуточку вашего внимания, вот меня заинтересовало. Я сейчас посмотрю, где это у нас. Где это у нас. Ну, скажу своими словами, друзья. Я бы хотел, чтобы мы, пчеловоды, записали несколько роликов к власти. Я имею в виду там, я в общем говорю к президенту. Ну, президент на данное время это является главной властью в Украине. Потому что даже партия его слуга народа прошла во власть только через, как бы, квоты президента. Президент сказал, что нужно проголосовать. Доверие президента было бы очень большое. И там депутаты, за которых бы в жизни никто не проголосовал. И они бы прошли бы там, никогда не прошли даже и с 3%. Они прошли и выиграли с 40% на мажоритарке, получается. Так что, друзья. Я вот здесь написал вот этот пост, что до президента, до Влада. Имеется в виду, что они все вместе. Там это все кучка. И просто нужно как-то поднимать вот эту тему, что у нас есть какие-то проблемы. Понимаете? Потому что нас очень много. И все вот это видео, я вот даже вот это видео, оно как бы идет только на ту аудиторию. Это оно идет на пчеловодов. А нам нужно как-то эту аудиторию расширить. Нам нужно как-то показать вот эти наши проблемы. Что у нас есть в действительности проблемы. Что мы, как вот здесь президент рассказывает, что мы обеспечим 2 человека работой. Это я и моя жена, например, и моя семья будет зарабатывать с пасеки. Дайте нам возможность, дайте нам работать, дайте нам то, дайте нам все, дайте нам кредит. Ну, к примеру, нам денег не надо, помогите нам, помогите нам с этими экспортерами разобраться. Дайте нам возможность, например, экспортировать мед без посредников. Чтобы я мог без проблем взять несколько тонн меда, пройти анализы, забросить это все в багажник и поехать себе сдать его в Германию на завод. Вот сейчас это нет проблемы, вот меня есть знакомые, например, которые фурой гоняют туда-сюда. Вот заедет ко мне человек просто, я туда загружу этот мед, его заправлю, потому что мы там родняк, к примеру. И он себе меня завезет туда, куда надо, и все. Вот и все, вся ситуация. Но и таких людей очень много, что мы можем это как-то решать понемножку. Все чего-то молчат, все ждут, что какой-то добрый экспортер что-то сделает. Поэтому, друзья, я думаю, что нужно как-то обратить внимание на нашу проблему, на проблему пчеловодов. У нас просто семейные, я бы сказал, пасеки. У нас где-то 80-90% пасек это все же пасеки социальные. Это пасеки, которые пенсионеры занимаются этими пасеками. Это люди, которые получают, можно сказать, дотацию к пенсии. Это люди, которые, например, в маленьких городах, селах, где зарплата очень маленькая, они получают еще бонус от пасеки. Вот на что нужно обратить внимание. Это нужно как-то поднести к этой нашей власти, так любой власти. У нас вся власть, которая, например, от пчеловодов выдвигает какие-то требования власти, то они выдвигают требования вообще непонятные. Потому что они выдвигают, что галуч пчеловодство загнется, если вы не дадите денег. Нам денег, по сути, не надо. Дайте нам нормальные цены на мед, дайте нам помощь. Можно даже дать кредиты. Кредиты, нормальные кредиты. Если будет цена на мед, то даже можно взять кредит под 10%. Если ты знаешь, что мед ты сдашь по 2 доллара. Ну, согласитесь, это не вообще проблемы. Все, друзья. На этом хочу закончить. Вот такие ситуации. Статистика, которую я озвучил, вы можете зайти в группе посмотреть. Нет никаких проблем. Никто не держит. Там, кстати, может быть, уйти влево-вправо. Но я думаю, что примерно в процентах там не очень оно повлияет. Потому что люди все-таки боятся, что кредит брать. И люди знают, что есть проблемы с рынком меда. Все, на этом хочу закончить. Всем всего наилучшего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok